Пересечение проспекта Ленина и улицу Советская в Ярославле на остановке девушки в белых майках. В руках прозрачные боксы для сбора пожертвований больному ребенку. Волонтеры показывают водителю автобуса небольшую листовку и проходят в салон. Что происходит дальше, снимают уже пассажиры. Уважаемые пассажиры, спасибо всем, кто решил помочь. Спасибо вам, спасибо. А вот еще кадр любительской съемки. Волонтеры все в тех же белых майках пытаются достать собранные деньги. Это удается. Купюра из прозрачного бокса, похоже, прямиком попадает в карман. Запись тут же выкладывают в социальные сети. Скандал. Вопросы не только по самой истории, но и по работе фонда. Я сама как руководитель благотворительного фонда. Неприятная история, потому что на самом деле не приветствуется сбор денежных средств на улице. В общественном транспорте ни один уважающий фонд никогда не выйдет на улицу и не будет собирать средства. С волонтерами доброго сердца Ольга Канавина также столкнулась в общественном транспорте. Выяснила, деньги собирают на реабилитацию маленького мальчика из Кировской области. У него ДЦП. Связалась с родителями, они подтвердили, действительно работает с этой организацией и получают от нее средства. Скажите, пожалуйста, вам действительно вот эта организация деньги какие-то переводила на ребенка? Ну, переводила. А вы можете сумму назвать? Когда, каким образом? Просто это очень важно. Ну, я сейчас подменяю занятые руки, а вот сейчас вам никак не скажу физически. Общественникам удалось выяснить, где находится ярославское представительство в здании на улице Свободы. Офисы арендуют разные организации, их список указан на фасаде, среди них только коммерческие. Никакого благотворительного фонда здесь не значится. Правда, охрана знает про доброе сердце. Указывают сначала на четвертый этаж, потом на пятый. Офис оказывается на третьем. На стульях уже хорошо знакомые майки. Молодой человек представляется Егором, готов сдать интервью, но после беседы с руководством отказывается. Вы можете информацию как-то выставить не в том свете. Потому что уже было такое, что на одном из новостных порталов якобы мама мальчика заявила, что ей никакие деньги не присылают. Звоним мы маме мальчика, оказывается, что ей никто не сообщал об этом, никто с ней не связывался. Уже без камеры молодой человек рассказывает, с девушками, которые достали деньги из бокса, провели беседу, сообщили родителям. Больше к работе этих волонтеров не допускают. О фонде молодой человек рассказывает, головное отделение в Челябинске помогают не одному мальчику. Собранные деньги переводят на счет фонда. Работу волонтеров оплачивают спонсоры. 10% от собранной суммы. Сейчас в Ярославле работает 6 человек. Мы знаем очень много ребят, которые состоят в волонтерских отрядах. Ни одного не увидело знакомого лица. Ни одного знакомого лица не увидела. Они взяли ИНН и КПП из другого фонда. С этим фондом мы связались, Московский фонд. Они говорят, что это не мы проводим эту акцию. Все в том же офисе рассказали. Волонтеры к ним приходят не заработать, а по зову сеться. Егора уже вызвали в полицию. Взяли объяснение. Также было направлено обращение и в Генпрокуратуру. Георгий Коучин, Георгий Ланов. Оперативное обещание.